Особое мнение на 101FM Ну, 8. У нас новый состав рабочей группы, сейчас 15 человек Уже 15? Ну, не уже, а 15 человек, согласно Когда первый состав тоже был 15? Нет, там было поменьше, сначала у нас совсем не было немного, потом стало больше Под конец, да, там было порядка человек 10 На сегодняшний день, так как новый состав рабочей группы, у нас вплоть даже было полтора человека на место, можно так сказать Конкурс? Да, практически два человека на место, и конкурс, и выбирал совет общественной палаты, состав рабочей группы Кто эти люди, давайте поясним, чтобы слушатели понимали Когда начнется, собственно, контроль за ремонтом, такой непосредственный уже, активный Практически 50% рабочей группы это новые лица, это, как говорят, граждане Те, которые неравнодушны, наши дороги на сегодняшний день Которые готовы тратить время в летний период, ну, в сезон, да Будут ездить, смотреть уличную дорожную сеть, смотреть, как будут работать подрядные организации, да И помогать всем остальным Но сейчас уже можно точно сказать, когда начнется у нас ремонтный сезон? Можно уже говорить, потому что контракты отторговали Контракты, как я понимаю, в ближайшее время они уже будут подписаны Если уже подписаны, да, с теми подрядчиками, которые выиграли Вот, и в ближайшие дни, там, как только снег сойдет, подрядчики должны уже приступить к работам Ну, не в ближайшие дни, там, я думаю, что Я надеюсь, что В апреле, ближе к концу Мы скоро увидим, что снег у нас растает И они начнут, по крайней мере, сейчас с их стороны должны быть уже начинать подготовительные работы Надеемся, что они в ближайшие дни А вы имеете такие полномочия? По проверке? Смотреть, да, готовятся ли они? Нет, у нас полномочия, во-первых, есть в рамках закона об общественном контроле А так, как на сегодняшний день, по сведениям, выиграли государственные предприятия Давайте их назовем Гордор Мострой Гордор Мострой и Вят Автодор Вят Автодор, они, собственно, вот эту сумму в миллиард двести почти поделили между собой Восемьсот один почти, да, лот миллионов Он Гордор Мострой достался Да, Гордор Мострой достался лот практически там Семьсот миллионов с плюсиком А Вят Автодор чуть-чуть поменьше, четыреста миллионов достался лот С падением порядка семи процентов по аукциону Вы же с коллегами призывали контрольно-надзорные органы обратить на это внимание Высказывали свое мнение о том, что слишком уж крупно Можно было бы разделить на более мелкие части Мы призываем Вы настаиваете на этом? Да, мы до сих пор будем настаивать до конца Жалобы наши, которая была подана седьмого марта, до сих пор еще не рассмотрена Она находится в ФАСе Будет все зависеть Я думаю, что в ближайшее время, в течение недели, еще полторы Эту жалобу нашу рассмотрят И По итогам? А там уж по итогам федеральной службы антимонопольной Будет, как говорится, либо вынесут отказ, либо удовлетворят А если удовлетворят, то аукционы будут недействительны Ваш коллега по УНФ, по-моему, Роман Титов Говорил, что ваша позиция такая, позиция общественников, она затягивает всю процедуру Ну, у каждого как бы своя позиция на сегодняшний день, да Если Роман высказывал такую позицию, ну, это его мнение И с ним надо считаться как бы с какой-то точки зрения А наше мнение на сегодняшний день рабочей группы, вот оно такое Оно уже длится, начиная с 16-го года И мы свое мнение не поменяем Потому что укропнение лотов уменьшает конкурентную среду И как мы про это еще говорили, мы про это и будем говорить Пока будет существовать рабочая группа А вот как услышат нас уже муниципальные органы Контролирующие органы, ну, на это покажет время Ну, а у нас реально-то есть еще организации, способные заниматься Дорожным ремонтом, кроме вот упомянутых Нет, реально, конечно, если брать такие большие суммы И мы это убедились, когда мы проводили недавно рабочую группу Реально таких подрядчиков их по пальцам пересчитать на одной руке В Кировской области, да Но если брать суммы меньше А что мы, о чем и говорили, по сути, да Мы просили дробить контракты там не по полмиллиарда рублей, грубо, да А там по 200 миллионов Не говорим, мы же не просили там дробить контракты Что там по 10 миллионов их там 100 штук наделали, да Мы говорили, что реально раздробить контракты по 200 миллионов И тогда и рынок для подрядных организаций открывался бы больше И это присутствующая подрядная организация, называть не буду Которая была на рабочей группе, да Они тоже высказали такую позицию, да Которые, например, не могут зайти на большую сумму А вот на 200 миллионов они могли бы, например, зайти И я считаю, рынок бы открылся больше И больше подрядных организаций мы увидели Мы с вами же этот пример увидели При содержании уличной дорожной сети Когда у нас годами был один и тот же подрядчик Который забирал там 300 миллионов рублей Более 300 миллионов рублей в рамках содержания на год Это всю жизнь было ГДМС, да И когда, наконец-то, к нам прислушались и лоты раздробили То мы с вами сразу увидели порядка 8 организаций Которые занимаются содержанием уличной дорожной сети в городе Кирове И на данный момент мы считаем так же Мы бы увидели из наших уже кировских подрядчиков Только которые уже ремонтировали дороги У нас сейчас будет небольшая пауза Я напомню, что это особое мнение Константина Сичихина Да, уважаемые слушатели На нашем новом сайте Кирова.ру Сохранилась форма для того, чтобы вы задавали вопросы Гости особого мнения Пожалуйста, есть такая возможность у вас прямо сейчас Перерыв Мы тут и в перерыве с Константином продолжаем обсуждать дорожную тему Вы сказали, будете контролировать в том числе и закупку материалов для дорожных работ Это же как бы с какой-то точки зрения хорошо, когда выиграют государственные предприятия данные аукционы Больше доверия? Да не больше доверия, больше публичности Потому что любое предприятие, такое как Гордор Мострой, Виат Автодор Они работают в рамках 44-го и 223-го ФСЗ Все свои закупочные аукционы, так же как на суп подряд, либо на закупку материалов Они должны опубликовывать на госзакупках На открытой площадке Мы сейчас можем спокойно проследить А закупались ли материалы? На сегодняшний день, по нашим сведениям, по сведениям именно сайта госзакупок Что ни ГДМ, ни Гордор Мострой, ни Виат Автодор материалов еще не закупили на ремонт дорог А надо бы уже? А так-то было Если они аукционы выиграли, то желательно быть с какой-то базой материальной Но, по крайней мере, два аукциона по Гордор Мострой были Они были отменены Один был в декабре месяце Они выставляли аукцион на закупку материала Такой, как Шейм Гави Они почему-то отменили Порядка 180 миллионов закупка была Второй аукцион был в феврале На 300 миллионов они хотели закупить материал Гордор Мострой Но почему-то в феврале этот аукцион тоже отменили На сегодняшний день со стороны Гордор Мострой На публичных площадках данной информации по закупке инертных материалов Для производства этого же асфальтобетонной смеси Их нету Не знаю, когда они собираются закупать и в какие сроки Есть версии, с чем это может быть связано? Так тут даже версии-то пока я даже выдвигать-то не могу Я просто не понимаю, почему Либо они ждут, надеются и верят, что у нас материалы будут для всех Хотя программа БКД, как и в том году, как и в этом году Она по всей Российской Федерации Во многих... Не по всей, 37, по-моему, регионов Не по всей, но по крайней мере во многих регионах Плюс у нас есть федеральные автодороги, которые строят Но карьеров, которые продают инертные материалы специализированные Их не так много, и за ними выстроится очередь За ними также будет проблема с вагонами Как это было в том году Это же каждый год Год от года это все происходит Наступает сезон Наступает нехватка инертных материалов Также наступает нехватка подачи Вагонов на РЖД В общем, как у известной поговорки Кто первым стал, того и тапки Конечно, и кто дешевле закупит материал Понимаете, материал-то начинает дорожать ближе к сезону Это же обычная логика, это экономика Чем ближе к сезону, тем материал становится дороже И мы понимаем, что, например, город Дормострой На сегодняшний день, не закупив материал, например, в декабре По низкой цене Сейчас они будут закупать по цене выше Чем они закупили бы в декабре, например Либо в этом же феврале Потому что на сегодняшний день сезон начинается Материалы начнут дорожать Пусть там не в 2-3 раза Но, по крайней мере, на 10-15-20% они станут дороже Удалось сэкономить 39 миллионов рублей 40, грубо там Ну да, около 39 миллионов Пока неизвестно, куда эти деньги пойдут В процессе, да, станет понятно Мы сейчас уже диалог начинаем с администрации В плане, куда эти деньги пойдут Понятно, что они пойдут только на дороги Так как это в рамках безопасной и качественной дороги Программы федеральной Они тратятся только на уличную дорожную сеть Ни на тротуары, ни куда-то там На газоны, на какие-то другие улицы Именно на уличную дорожную сеть Понятно, что это не 100 миллионов Как было в том году Когда мы там смогли отремонтировать улицу Консомольскую, либо еще другие улицы А изначально не было ее? Да, изначально не было, да Надеюсь, что в этом году Там ряд улиц, которые у нас не вошли в список А как там требуется какое-то капитальное вложение Такие, как улица Пристонская находится Еще часть улиц есть, где требовалось капитальное вложение Они не вошли просто в список Может быть, город отремонтирует Эту же улицу Пристонскую, например На эти 40 миллионов рублей Так как все-таки это у нас продолжение Нашей набережной От старого моста И в планах Если к юбилею города готовимся То все равно придется эту набережную Реконструировать Потому что они ставят одним из центров Да, они все-таки с центром Развязаны прямо с Оврагом Про что сейчас разговор идет То, что там все-таки Либо школа, либо что-то появится Когда-нибудь, да То как бы желательно все равно будет Реконструкция улицы Пристонской В продолжении, да Она все равно будет требоваться Не в этом году, так в следующем Ну, это один из примеров Потому что там еще порядка Трех-четырех улиц было Которые были не включены Были просто отсеяны По причине капитальных вложений, да То может быть на эти 40 миллионов Они будут отремонтированы Какая-то из этих улиц Но не все вместе Планируете ли вы с коллегами По рабочей группе весной Заняться проверкой тех дорог Которые были отремонтированы По программе безопасной Качественной дороги в прошлом году Конечно, это будет обязательно Мы совместно с дирекцией Дорожного хозяйства Уже об этом обсуждали Мы как только дороги у нас Более-менее освободятся от снега Будет более-менее сухо Рассохнут Рассохнут Потому что сейчас В такую погоду даже ездить нечего Только по той причине Что сегодня мы можем проехать По участку Если нет трещины На следующий день Утром, либо днем Эта трещина появится Так как климат Ночью холодно Днем тепло Асфальт начинает расходиться Это надо будет подождать Какой-то промежуток времени Когда уже погода устаканится Будет плюсовая температура Будет уже сухо Я думаю, что это где-то Конец апреля Уже ближе к концу апреля Мы обязательно сделаем рейд По тем участкам Которые были отремонтированы В шестнадцатом году И в семнадцатом году И составим акт Общественной проверки И акт Дирекции дорожного хозяйства Как заказчика По тем дефектам Которые будут выявлены Я слышал К дороге Киров-Русская Есть какие-то уже претензии Калейность 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 Есть уже вопросы Граждане уже об этом говорят Я лично сам пока туда не ездил Но есть уже информация Плюс у нас очень много информации На сегодняшний день По больших грузам Которые по этой дороге ездят Потому что Порядка двух Говорят карьеров Разрабатываются Песочных В районе русского И по сути Большой грузопоток Тяжелого транспорта По данной дороге Киров-Русская На сегодняшний день Передвигается каждый день Тем самым Ухудшает Дорожную сеть Тем самым Образуется Эта же калейность Потому что Дорога не рассчитана На грузовики Которые там По 40 тонн везут Вот этот вопрос Мы в ближайшее время А именно 29 марта На рабочей группе Будем поднимать Потому что Этот вопрос Нужно решать Иначе Эти большие Грузные автомобили Автодорогу Киров-Русская Убьют за год Ну там вариантов-то Немного Ну Весовой контроль Весовой контроль У нас Законодательством Не запрещается 20-тонный автомобиль Пусть Надо устанавливать Весовой контроль На этой дороге И Отслеживать Те транспорт Которые идут с перегрузом То есть возить Более Более мелкими партиями Более мелкими партиями Более другими машинами Да Как бы На то И существует Законодательство Которое четко прописано Какой тоннаж Должен быть на ось У транспортного средства Да Чем выше тоннаж Тем Дороги страдают Вот и все Тут как бы Проблема-то она решаемая Мы не говорим Что надо запретить Надо просто Соблюдать законодательство Но С учетом Тех сведений Которые поступают От граждан Которые там живут Там На сегодняшний день Передвигаются Как бы Много тоннажный Можно так Или как Транспорт Загруженный По полной программе Кстати перегруз Или не перегруз Но все равно Большая очень масса И продавливается Проезжая часть Это входит в гарантию Это все равно Все таки Тут вопрос Понимаете Он такой двоякий Подрядчик Может быть Сказать что Это не по его причине А подрядчик Подрядчик Мы напомним Это была Московская компания Подрядчик это Московская компания Которую еще Мы с вами долго будем Разговаривать И ее вспоминать Только по той причине Что у них еще до сих пор Остались 5 километров Но Кирова русская Которая Не приняты были Да Каким образом Они в этом году Это доделывать будут И будут ли они доделывать Это покажет время Потому что На последнюю рабочую группу Мы вызвали Как бы Звали Этого подрядчика Услышать их мнение Они нас проигнорировали И по нашим сведениям Что на сегодняшний день В штате сотрудников В этой организации Ну просто-напросто нет Кроме как Одного директора И секретаря Вот Хотелось бы Эту информацию Конечно опровергнуть Это произошло После того Как работа была завершена Да Это произошло Когда работа была завершена Сезон закончился И по нашим сведениям Всех работников Они просто-напросто Уволили Вот И сейчас На сегодняшний день В офисе Секретарь Ну и периодически Появляется директор Какими силами Не собирается Восстанавливать 5 километров Покажет время Для этого Мы как раз И звали Нового директора Потому что Директор Сейчас сменился Сейчас другой директор Организации Да Вот И вот эти 5 километров У них не приняли Это было Как раз В конце Сезона 2017 года Поэтому Бывший директор Дорожного хозяйства Нам тогда Обещал Что подрядчик И подрядчик Как я понял Какое-то там Письмо написал Что они Эти 5 километров Заново заменят В общем Подозрительная Какая-то ситуация Вот по Киров Мы с вами Будем вспоминать Еще наверное Долго Только по той Причине Что это Во-первых Тот показательный Когда подрядчик Зашел Иногородний И ничего не сделал По сути Сделал Но с горем Пополам Нытьем И катанием Можно так сказать С большими Большими вопросами Во-вторых Кому предъявлять Гарантию Сейчас непонятно Но он есть Он существует Понятно Что предъявлять Надо По гарантийным случаям А как будет Осуществляться Дальнейшая работа По этого Участка Который Не отремонтирован Посмотрим Лето впереди О дорогах Можно бесконечно Говорить Давайте пару минут Еще Пообщаемся Стартовавший Ямочный ремонт Тоже в зоне Вашего контроля Находится Я не скажу Что он в таком Объеме В большом Стартовал Как бы Мы понимаем Что на сегодняшний день Все равно Ямочный ремонт Надо проводить Так как У нас очень Ну Появилось Очень много Разбитых участков За зиму И без ремонта Это не те дороги Которые По БКД Это именно Те дороги Которые Не ремонтировались Давно И у них Есть Проблема Это как Улица Щерца Начиная От улицы Производственной В сторону ЖД вокзала Участок Который не был Сделан В сторону Улицы Попова Большая ямочность И сейчас На сегодняшний день Дирекция Дорожного хозяйства Проводит работы Именно По документам Именно по предписаниям ГИБДД Те ямы На которых Либо произошла Какая-то авария Либо еще что-то Ну как бы Такие случаи Устраняет Понятно что Очень много Замечаний По ямочному Ремонту В плане В какой погодные Условия Это все делали Чиновники Всегда клянутся Что до минус Десяти Асфальт и бетон Можно использовать Вот прям Робаху Рвут на себе Мы эту ситуацию Изучали еще В шестнадцатом году И пришли к выводу Что Да С какой-то точки зрения Есть технология По которым Минус десять Нельзя делать Но есть Технические условия Которые выдаются На этот же Асфальт Проще сказать Смесь При которых Минус десять Можно делать И сказать Да нет Ну Извините Делать их все равно надо Яму надо все равно заделывать Либо в эту яму Въедет кто-то И пострадает Чей-то Как говорится Родственник Лучше пусть В минус десять Эту яму сделают Но Человек не пострадает Просто Вот Это такая наша позиция На сегодняшний день Сколько там гарантии Это на ямочный ремонт Шесть месяцев Или вообще нет Там понимаете Там по контракту Когда-то То совсем не писали гарантию То прописали Шесть месяцев Понятно что На ямы Ну А смысл Давать гарантию На эти ямы Да Если сама-то яма Она не выпадет И она начинает Разрушаться по кромке И дальнейшее разрушение Идет уже Остального Асфальтового покрытия Да А не именно Вот того Который залит Если он конечно Залит по технологии Еще один вопрос Задам по этой теме Припоминаю Что вы активно требовали Да Этой зимой Ну вернее Уже прошедшей зимой Да У нас март На календаре Активно требовали Прошедшей зимой Чтобы четкие критерии Уборки улиц Были установлены Добились своего Что там продвинулось Извинулась ситуация Вот смотрите Ситуация На сегодняшний день Такая По поводу Содержания Уличной дорожной Сети С учетом Введения Новых требований Где-то Ближе к лету Будут новые Стандарты И ГОСТы Введутся По требованиям Связанным Содержанием Уличной дорожной Сети Это на уровне Федерации Да На уровне Федерации Да Сейчас Как раз В рамках Вот этих Новых требований Прописывается Новый регламент Правил Богоустройства Города Кирова Как раз Если я не ошибаюсь 5 апреля Будет общественное Обсуждение На сайте Администрации Должна быть Это официальная Информация В ближайшее время Наверное 5 апреля Будет общественное Обсуждение В 299 кабинете Как раз Вот этих Новых правил Богоустройства Города Кирова Где будет четко Там прописано Что Где снег Можно хранить Где нельзя хранить Каким образом Это все должно Содержаться Да Уличная дорожная Сеть И Тем же Самым Сейчас Прописываются Новые технические Задания По контрактной Системе Все вероятнее Что ближе Когда уже Зимний сезон Пройдет Те рекомендации Которые мы Вносили В рамках Акта общественного Контроля Который был Отправлен в Администрацию И те рекомендации Которые мы Неоднократно Обсуждали Надеемся Что они Появятся В новых Технических Заданиях По новым Контрактах Которые Обещают Где-то уже Ближе к лету Заново Отторговать А те контракты Которые на сегодняшний Есть Их просто Будут расторгать Константин Сичихин Член регионального Штаба ОНФ Член ОПК Руководитель региональной Группы общественного Контроля За ремонтом дорог Середина часа Нужно нам Сделать Паузу на рекламу Скоро продолжим Продолжаем Наше общение С Константином Сичихиным Тут есть пара сообщений У нас на сайте Константин Абсолютно согласен Пишет Юрий С Константином В вопросе Ограничения конкуренции На аукционах Налицо заинтересованность Властей В отдаче лотов По дорогам Своим предприятиям Никто не заинтересован В реальной конкуренции Экономии бюджетных средств Думаю Что такой же ход Будет на аукционе На содержание Уличной дорожной сети В следующем году Спасибо Согласен с вами Ну как бы с Юрией Вот Нашу точку зрения Правильно что поддерживает Потому что мы с вами видим У нас Одно дело есть Политика Президента Которая говорит Что надо улучшать Конкуренцию Среду Да Это он и в послании В последнем Говорил про это все Что надо Малый бизнес И микробизнес Развивать Увеличивать Количество Да Но почему-то Наша администрация Городская Тем самым Пусть даже Прописывает В лотах 15 процентов Для отдачи Для малого и среднего бизнеса Да При этом Укрупняют лоты И отторгуют Под государственные предприятия Да А в дальнейшем Ну вот сейчас мы будем И наблюдать Потому что по сути Сейчас государственные предприятия Вот эти 15 процентов Порядка Там 100 миллионов рублей Если от 700 Брать Да Они должны Отторговать На отдельные аукционы Под Средний Малый бизнес Ну как бы Вот мы посмотрим Сейчас на сегодняшний день Отторгуют они Не отторгуют Вот чем я и говорю Как бы С какой-то точки зрения Хорошо что выиграли Государственные предприятия Потому что мы Публично можем Эту всю информацию Посмотреть На публичных сайтах С какой-то точки зрения Вот как есть Так и есть Еще один пользователь Нашего сайта Который представился Как Игорь Владимирович О Игорь Владимирович Интересуется Константин Вот вы Говорите С целыми сутками Следите за дорогами Участвуйте Во всевозможных Совещаниях Когда же вы успеваете Работать И кем вы работаете Долгая история Да Нет Конечно У меня не секрет Кем я работаю Я работаю руководителем Одного из филиалов Тоже можно сказать В кавычках Государственного предприятия Да Вот А Целыми сутками Не скажу Работать Мы практически Как бы Мы уже научились Когда проверять информацию Каким образом Да В основном Летний сезон У нас Зимний сезон У нас Сезон зачище Можно так сказать Мы просто изучаем Проектную документацию Техническую документацию Смотрим по аукционам И практически В городе Не бываем Ну На улицах Да В полях В полях Проще так сказать А лето Да Лето Стараемся Ну Не каждый вечер Но раз Там Раза в два В три в неделю Выезжать Это когда работы Уже идут Да Это когда ведутся работы Мы стараемся Конечно выезжать Стараемся На данный момент По максимуму Уделять времени Не семье А уделять времени Той общественной деятельности Которой занимаемся Перейдем К смежной теме Остается не так много времени На днях буквально Общественная палата Или совет общественной палаты Обсуждал рекомендации Минстроя Я имею ввиду Это рекомендации Минстроя По благоустройству По благоустройству Это центр общественного контроля Центр общественного контроля Давайте про эти рекомендации Поговорим О чем там идет речь Как сказать Есть рекомендации На сегодняшний день Минстроя В рамках Прописанного им Постановления Там много всего Там очень много Я просто долго Сейчас Мы с вами Очень надолго Уйдем На сегодняшний момент Если мы будем Эти все рекомендации Обсуждать Мы просто Вчера Как раз Обсудили Некоторые моменты Связанные с рекомендациями Эти все рекомендации Послали В администрацию Ну совместно С администрацией Вчера Как раз Рабочее совещание Небольшое было Мы это все Обсудили И послали Как бы Проговорились Чтобы эти все Рекомендации Были учтены В рамках Новых правил Благоустройства Города Кирова Как раз Связано Со снежными массами То что там На газонах Нельзя Например Снежные массы Выгружать Да Не то что даже Выгружать Хранить То есть их нужно Убирать оттуда Конечно Если там огромная Масса Которая мешает Их как минимум Нельзя туда Уталкивать Сейчас на сегодняшний день Эти все Снежные массы У нас по сути С дорог Должны просто Убирать А не как у нас Происходит Уталкивают Когда их Столкнули Оставили И гора Все больше и больше А потом дети Начинают на этой горке Кататься Тем самым То на дорогу То еще куда Выкатываются Вот Все эти моменты Как раз Я и призываю Сейчас 5 числа В ближайшее время Прийти в администрацию Людей И Выслушать На обсуждении Как раз Узнать про новые Правила благоустройства Потому что Там в правилах Очень много затрагивается И собственников жилья Как в рамках территории По поводу уборки Территории По поводу размещения Снега на территории Там все будет Четко Правила благоустройства Прописано Для этого Желательно Людям прийти Во-первых Послушать Во-вторых Дать свои рекомендации Накануне еще Появилась новость О том Что до 2020 года У нас в областном центре Должен появиться Новый генеральный план Соответственно Там какая-то Безумная цифра Была озвучена 15 миллионов рублей Только на разработку Документации В нашем городе Таких организаций Нет Нужно искать Где-то В других городах Насколько Нынешний генплан Нужно переработать На ваш взгляд И что обязательно Включить В новый Который На 20 лет Будет приниматься Генплан Его конечно Надо менять Постоянно Желательно Не на 20 лет А каждые 5 лет Одно бы радовало Жили бы мы По этому генплану Просто мы же Не живем В рамках генплана Практически Город не развивается В рамках генплана Если взять Те генпланы Которые были ранее Если бы Была бы Грамотность Если мы Жили В правильном Направлении В рамках Генерального плана То мы с вами Не увидели Эту хаотичную Застройку В микрорайоне Уруванцево Который сейчас Там происходит Это о чем Говорит Оно что Мы не живем В рамках Генерального плана Да Город Как-то Развивается И он Развивается Как-то На сегодняшний день На мой взгляд Как-то Хаотично Захотели Там Начали Строить Захотели Тут Начали Строить У нас Максимум Показатели Нехаотичности Это район Солнечный берег И район Чистые пруды А все остальные Районы Если мы возьмем С вами Подожди Что вы имеете ввиду На ваш взгляд Комплексное освоение Территорий Это комплексное развитие Территории города Кирова Для комплексного развития Нужны школы Детские сады Это вот как раз Все и прописывается В генеральном плане Это все прописывается В генеральном плане Как город будет развиваться И мы должны жить Согласно генеральному плану И развиваться Согласно генеральному плану Если мы начинаем Развивать микрорайон То мы начинаем Развивать микрорайон С социальными объектами А не догонять микрорайон Как сейчас происходит Сначала построим Жители начинают страдать А потом начинаем догонять Достраивать школы Садики Больницы пытаться А потом начинаем Вспоминать Что тут и путепровод Надо построить Которые строят Уже в течение Пяти лет И еще Какой-то промежуток Времени потребуется И мы постоянно Пытаемся Что инфраструктуру Город Как бы Доделывать Так же сейчас происходит И с Урванцева Проще сказать Одно дело Хаотично Начали строить Непонятно что Кто как То в лес То по дрова Кто хочет панельный Кто хочет кирпичный Кто что А с другой стороны Вот сейчас догоняем Школы И догнали Детский садик Там был С горем пополам Построили в свое время Хотя это район Это мало Особенно по детским садикам Если взять Урванцева На сегодняшний день А медицинские учреждения Там есть Не скажу Не слышал Честно не слышал Что там есть Медицинские учреждения Но я думаю Что все равно Там какое-нибудь Небольшое От поликлиники Какое-то Медицинское учреждение Открыли Взять этот же Микроюн Зинова У нас там В этом микроюне Недавно появились Медицинские учреждения До этого Практически Три года Не было Медицинского учреждения И вот как раз Мы постоянно А генеральный план Он на том И генеральный план Это говорит Это программа Развития города В каком направлении Он развивается Как строится Какие инфраструктурные Объекты Начинает строительство И что будет Если Конечно В новом генеральном плане Мы будем жить По генеральному плану Но Я думаю Что 20 лет Это много 20 лет Делать генеральный план Самое оптимальное Это лет на 5 И через 5 лет Его менять Потому что Мы 20-летками Очень трудно жить У нас за 20 лет Страна Как поменялась Да конечно чаще У нас страна Меняется Вы посмотрите От выборов До выборов Проще сказать И на сегодняшний день Если мы вспомним Страну 20 лет назад И город Киров 20 лет назад Какой он был Какой он сейчас стал Так если бы мы жили По генеральному плану Который был 20 лет назад Я думаю Что бы Маленько не так бы Все развивалось Еще один Еще один вопрос Максим Андреевич Не знаю сможете Прокомментировать Можно уточнить Сколько составляет Финансирование Содержание дорог Города От нормативного Сколько по нормативу Надо тратить По правилам И какова реальная сумма Вопрос-то как раз Это 3,5 миллиарда Рублей Это 3,5 миллиарда рублей И постоянно цифра Она так растет На год или на зиму На весь сезон На год получается Сейчас на сегодняшний день У нас Около 400 миллионов Грубо На содержание Уличной дорожной сети Потому что Мы отторговываем Сначала на 300 с чем-то А потом начинаем добивать Нам там не хватает На снег денег Еще на что-то И то там По 400 миллионов Сумма выходит На содержание И на данный момент Вот это понимание Нам надо Миллиард Два Три Четыре Мы говорим Погодите У нас город Это квадратный метр Любая улица Любой тротуар Это квадратный метр Вы скажите Сколько вам денег Надо на квадратный метр Чтобы это содержалось Согласно ГОСТу Согласно тем нормативам Которые требуются Этот ответ Мы не можем получить До сих пор Вот сейчас мы наблюдаем Над городом Ижевском Куда вы ездили Куда мы ездили С ознакомительной поездкой Где провели Огромную работу В семнадцатом году И определили Сколько им денег Надо на один квадратный метр Чтобы содержать В нормативе Вот пройдет Сейчас полгол Грубо зимний сезон Мы посмотрим Информационную повестку Которая была в Ижевске Посмотрим Сколько денег Было потрачено И попытаемся С местными Общественными организациями Пообщаться А в каком состоянии Ижевск Хватило ли им Вот эти Порядка там Что-то 70 рублей На квадратный метр На содержание Города Ижевска Если хватило И если настроение Граждан положительное Значит это надо 70 рублей Ну примерно На квадратный метр А мы Сейчас на сегодняшний день Тратим Порядка Что-то 50 рублей На квадратный метр Это По подсчетам Общественников Это по нашим подсчетам Согласно Согласно тех контрактов Которые выставляет Администрация Мы посчитали Что это порядка Около 50 рублей На один квадратный метр На сегодняшний день То если 70 Это Правильно То значит Нам не хватит Нам надо Не в 4 раза Денег А всего Надо Вот не хватает 20 рублей На один квадратный метр Это Не такая колоссальная сумма Это не миллиард рублей Это точно То есть примерно Плюс 30 35 процентов Это к тем суммам Которые надо Но это вот Надо сравнивать Это надо считать Надо смотреть Мы тут Даже если мы возьмем С вами Город Кирово-Чепецк Далеко ходить не надо Мы недавно ездили В Кирово-Чепецк То там Соизмеримо Там сумма По контрактам Намного меньше По содержанию Да Но там нет Денег На вывозку снега Не выделяют У нас Почему-то в Кирове Выделяют деньги Отдельно на вывозку снега А у них подход В Кирово-Чепецке Маленько другой Вот есть квадратный метр Там грубо 30 рублей за квадратный метр Да Вот извините Подрядчик Если ты выиграл контракт Ты должен за эти 30 рублей Содержать этот квадратный метр Согласно нормативу И всем требованиям И чистить И вывозить И вывозить И посыпать И убирать И посыпать И все делать И мы с тебя Попросим Чтобы этот квадратный метр Был по нормативу Но Чепецк Это не другая планета Это территория Которая находится в Кировской области И на сегодняшний день Да Там тоже есть проблемы Потому что там финансирование Конечно там Намного меньше Чем в Кирове Но подрядчики Там снег вывозят С квадратного метра Им заполнительно За это не платят А в Кирове По виде ну сплатить Вот такое дорожное мнение Получилось Константина Сичихина На этом завершаем Нашу беседу Всего доброго Спасибо Спасибо большое Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok